Я более приближенная к национальному колориту. А вот у нашей модели Елены, у нее более такие современные трактовки этого головного убора. Здесь определенная шапочка, здесь бантик из норки и так далее. Вот у модели Натальи, у нее, например, идет уже зимний вариант. Вязать, шить, вышивать Юлия Коган умеет с детства. А созданием головных уборов увлеклась более 20 лет назад. Свою первую работу она сделала для сына. Это была вязаная шапочка, обшитая мехом из песца. Друзья высоко оценили работу Юлии, и она стала шить для них головные уборы в подарок. А через некоторое время увлеклась историей еврейских головных уборов. Сейчас в ее коллекции более 200 работ, и каждая по-своему уникальна. В этой работе все продумано до мелочей. Использовали эксклюзивные технологии обработки меха. Подклад ободка – шелковый бархат. Также применили кружево. Металлизация меха – это разработано в России. Технология была использована на разных показах. На мех наносится на напыление металлических составов, серебряного, золотого. А также, вот вы видите, это система хамелеон. Бантик-бабочка. Буквально каждый стежок имеет свой авторский стиль. Супруг Юлии – Марк Коган. Заслуженный артист Самарской области. Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального духового оркестра и руководитель еврейской общины. Увлечение жены поддерживает. Это настолько новые веяния, настолько это возврат к историческим моделям, к историческому наследию. Есть традиции многовековые, на которых зиждется все. А именно, покрытая голова – знак уважения. Знак уважения к Всевышнему, знак уважения к дому, знак уважения к гостям. А уж как она покрыта, об этом может только фантазировать женщина. Мужчине в голову не придет, что можно что-то придумать вместо кепки. Еврейская женщина – это красивая, это статная, это ухоженная, это просто цветочек в нашем мире. Каждый головной убор будет называться еврейским древним именем. Шушана – есть имя Сара. Для каждой модели будет предназначено какое-то древнее имя, судя по ее колору, судя по ее глазкам, по ее структуре. Совсем скоро самарцы смогут увидеть коллекцию Юлии Коган. Модный показ головных уборов пройдет 24 декабря. Работы мастерицы представят женщины разных возрастов, самой старшей модели – 60 лет. Елена Малютина, Николай Епифанов, События.